Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! С информацией о прогнозе погоды на телеканале Магия Кухни ознакомлю вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Альмира Джанзакова. В конце выпуска мы узнаем о полезных свойствах банана, а сейчас прогноз погоды на воскресенье, 16 декабря. При Каспийском октаву облачной синоптики обещают днем плюс 6, плюс 8 градусов, в ночное время 4,6 градуса выше нуля, атмосферное давление 773 мм ртутного столба. 16 декабря в октябре переменная облачной, днем минус 4, минус 6 градусов, в ночи столбики термометров на отметке 7,9 градусов мороза, в геомагнитное поле без возмущения. В воскресенье в Атараусе синоптики обещают облачную погоду, днем 0, плюс 1 градус, ночью показатели термометров на отметке минус 1, минус 3. На космосстанции и одноименном городе Байконур облачной, температурные показатели днем 0, плюс 1 градус, ночью 1,3 градуса ниже нуля, ветер юго-западный 4 метра в секунду. В воскресенье жители и гостей города Балхаш ожидает небольшой снег, днем температурный показатель воздуха минус 3, минус 5 градусов, ночью понижение температуры до 80 градусов со знаком минус, в геомагнитное поле с небольшими возмущениями. Рассказгание у облачной, снег, температура воздуха днем минус 3, минус 5 градусов, ночью 8-10 градусов мороза, атмосферное давление 740 мм ртутного столба. 16 декабря в центре страны, городе Караганда, днем снег, столбики термометров на отметке минус 8, минус 10 градусов, ночью температура воздуха понизится до 17-19 градусов ниже нуля, атмосферное давление 725 мм ртутного столба. В воскресенье в Кокшетау облачно со снегом, днем минус 9, минус 11 градусов, ночью температура воздуха понизится до 12-14 градусов мороза, относительная влажность воздуха 85%. На севере республики в городе Кустанай также прогнозируют облачный день со снегом, температура воздуха днем минус 10-12 градусов, в ночное время 14-16 градусов мороза. В Казаларде расположен на берегах реки Сардарья, днем солнечно, без осадков, минус 1-3 градуса, ночью 6-8 со знаком минус, максимальная скорость ветра 12 метров в секунду. В воскресенье в Павлодаре синоптики обещают облачную погоду и снег, температура воздуха днем минус 13-15 градусов, ночью 22-24 градуса ниже нуля, относительная влажность воздуха 78%. В северном Петропавловске облачность со снегом, столбик термометров днем на отметке минус 15-17 градусов, ночью 17-19 градусов мороза. В восточном регионе страны, городе Семея, в воскресенье снег, небо облачное, днем температура воздуха минус 6-8 градусов, ночью 12-14 градусов ниже нуля, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В центре Семеречья, в городе Толдокурган, дождь, переходящий в снег, днем плюс 2-4 градуса, ночью минус 4-6, атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Тарас встречает в воскресенье переменными осадками, днем 0, плюс 1 градус, в ночное время минус 2-4 градуса, атмосферное давление 706 миллиметров ртутного столба. Семертау снег, днем столбики термометров на отметке 8-10 градусов мороза, ночью минус 19-21 градус, влажность воздуха 86%. В одном из самых древних городов нашей страны, в городе Туркестан, в Синоптике прогнозируют дождь, днем 0, плюс 1 градус, ночью 0, минус 1 градус, максимальная скорость света 13 метров в секунду. В воскресенье в Уральске облачный снег, днем температура воздуха минус 3-5 градусов, ночью 7-9 градусов, также со знаком минус, влажность воздуха 91%. 16 декабря в восточном Казахстане, в городе Ускаминогорск облачный, небольшой снег, температурные значения на отметке минус 5-7 градусов, в ночное время 12-14 градусов ниже нуля, геомагнитное поле в норме. В воскресенье на юге страны, в городе Шинкент, осадки в виде дождя, днем температура воздуха плюс 3-5 градусов, ночью плюс 1-3, максимальная скорость ветра 16 метров в секунду. В Экибастузе синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем в столбике термометров на отметке минус 10-12 градусов, ночью 19-21 градусов мороза, относительная влажность воздуха 80%. 16 декабря в южной столице нашей страны, в городе Алматы дождь, днем температура воздуха плюс 4-6 градусов, ночью 0-1, влажность воздуха 77%. А в главном городе нашей страны, Астане, погода облачная, небольшой снег, днем температура воздуха минус 10-12 градусов, ночью 18-20 градусов ниже нуля, атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 84%. Несмотря на любую погоду, в предстоящие зимние дни заботитесь о себе и о своем здоровье. Добавляйте в свой ежедневный рацион полезные для организма овощи и фрукты, например, банан. Банан весьма питательный и энергетически ценный продукт. Несмотря на то, что банан на 75% состоит из воды, в нем содержится немало полезных компонентов. Например, этот терапический фрукт очень богат калием и тем самым помогает организму поддерживать здоровье сердца и почек, а также усиливает внимание и активизирует работу мозга. Еще одна причина есть банан каждый день – это энергия. Углеводы в банане легкие, поэтому работоспособность повысится практически сразу. Это едва ли не единственный плод, никогда не дающий аллергической реакции. Поэтому банан можно без опаски давать даже грудным детям. Наслаждайтесь дарами природы и готовьте по лучшим рецептам, о которых вы всегда можете узнать на телеканале «Магия кухни». С прогнозом погоды на 16 декабря ознакомила вас я, Альмира Джанзакова. Будьте здоровы и оставайтесь на нашем канале. Подарите новогоднюю сказку всей семье. «Олимпик Айс» представляет на зимних каникулах 4, 5 и 6 января во дворце спорта имени Балуана Шалака ледовое шоу «Ледяное сердце». Захватывающие 3D эффекты, объемный звук, потрясающий свет, волшебная постановка, головокружительное фигурное катание в исполнении профессионалов юношеской сборной Республики Казахстан. 4, 5 и 6 января. Ледовое шоу «Ледяное сердце». Билеты на сайте заказбилетов.кз Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» Метеопрогноз «Облачная кухня».